Остатки сладкие. Из остатков наших красок после предыдущей картины мы сейчас нарисуем мастихиновый абстрактный пейзаж. Итак, у меня осталась синяя, фиолетовая, лиловая краска. Красная, размешанная уже с черным, желтая, белая, черная. Нам потребуется мастихин, тоненькая кисточка и вот такая штука. Можно ее иметь, можно не иметь. Такие продаются в художественных магазинах. Главная ее особенность это вот такие рельефные зубчатые края. Можно взять пластиковую карту и вырезать просто зубчики, а можно вилку взять и вилкой сделать те же самые зубчики. Итак, начинаем. Возьмем желтый, смешаем его сразу здесь с красным, получим такой грязный кирпичный цвет. То, что нам надо. Вот. И запишем им, ну не дописывая пару сантиметров до низа. Этим грязным кирпичным цветом. Можно прям даже черным здесь порисовать. Черным, потом опять кирпичным. Пошли такие кирпичные цвета. Сюда немножко опять рыжего я взяла, видите. Зеленый попадает и случайно. Это я не специально, это у меня просто зеленый там находился рядом. Опять желтый, опять кирпичный пошел. Ну вот так. Замажем этот край вот таким вот желтым цветом. Такой вот рыжий. Почему в левую руку? Потому что боюсь просто влезть вот сюда в краску. Тожник должен быть универсален, как музыкант писать двумя руками одновременно. Ну или хотя бы стараться. Не всегда удается. Мелкие детали, конечно, левой не пропишу, я правша. Но уж мастихином, уж чем-чем, а мастихином я справлюсь с такими моментами. Вот, есть. Прописали, прописали. Теперь что делаем? Теперь беру эту расческу. Можно расческу взять? И ей вот так вот полосочки, полосочки, полосочки процарапываю. Вот такие чудные полоски процарапываю. И тут же вытираю это все. Вытираю. Можно взять тонкую кисточку. Пару черных полосок сделать. Можно взять белую. Белыми полосками. Просто делаю фактуру своей работы. Все, вымыла, вытерла. Вытерла также мастихин. Взяла синий цвет, это уже пойдет вода. И рисую воду. Воду. Синим цветом. Вот так я написала воду. Вода. Есть. Вот тут постарались, конечно, сделать ровную линию горизонта. Насколько это возможно. Без сарапушек. Хорошая вода получится должна. По воде поделаем вот тут сверху белую полоску бликов. Блики. Блики можно вот так. Хоризонтально, можно вертикально держать мастихин. Тут уж как у вас получается, как вам удобнее. Можно вот так. Или пошли блики по воде. Такие блики. Разошли здесь, здесь, здесь. Особенно вот справа больше, слева меньше. Есть. Воду мы сделали. Теперь сделаем красивое дерево. Берем фиолетовый цвет. И вот здесь фиолетово. Замазываем, замазываем, замазываем себе дерево. Берем лиловый. Тут же лиловым цветом тоже проходимся. Здесь, 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 здесь. Берем нашу любимую расческу. И поставим вот так на дерево ее. Проходимся вот так вот по дереву вот такими полосками. Зафиксировав один край. Апа! Есть. Теперь берем тонкую кисточку. И смешиваем с лиловым. Делаем светлые-светлые блики на дереве. Особенно вот здесь. С правой стороны. Светлые-светлые. Чтобы вроде как и сделать его светлее, но и сильно не зарисовать вот эти линии. Пусть они у нас остаются. Сюда, сюда. Здесь чуть-чуть. Видите, я даже повторяю немножко и саму линию. Я ее повторяю. Так, чтобы вдоль нее шли эти белые блики. Сюда, сюда, сюда. Давайте белый с желтым смешаем. И нарисуем ствол дерева. Вот тут уходит воду. И отсюда такой ствол. Туда одна ветка пошла. Сюда другая. И они куда-нибудь туда ушли. И растворились. Вот так вот. Фиолетовый возьмите и растворите. Закрасьте. Куда же оно пошло? А снизу наоборот. Возьмите белый. И пусть дерево пропадет вот тут в воде. Начинается белым вот таким. Куда-то там уходит. Куда не ясно. Подобрала каплю. Можно взять фиолетовый. Вот сюда. Чуть-чуть. Чуть-чуть сюда. Фиолетовые листы добавить. И давайте теперь возьмем немножко вот этого желтого с белым. Смешаем. мастихинчиком. Вот тут эти полоски немножко приглушим. Слишком они слишком они назойливые. Честно вам скажу. Мне не очень нравится. Вот хочу их чуть-чуть вот так вот. Вот. Это уже другое дело. Это уже благороднее гораздо смотрится. Такая мастихиновая работа. Чуть-чуть они приглушились. И давайте нарисуем птиц. Берем самую-самую тонкую кисточку. Чистенькую. Белую красочку берем. Можно чуть-чуть ее развести с водичкой, чтобы настало пожир. и нарисуем летящих из воды или вдоль воды вот так птиц. Ну, как в детстве рисовали. Такие галочки только чуть хвостиком добавляем. Они уже похожи на настоящих. В разные стороны. Вот так делаем крылья. Некоторые наоборот вниз. Вот так. Сверху их хвост. Сюда. Все они летят к дереву отдохнуть. Получить успокоение, отдых. Вот сюда. Меньше. Чем ближе к дереву, тем их меньше. Этих птиц. Здесь. Тоненькие. Еще одна здесь. Крупная самая. С хвостом. Есть. И давайте побрызгаем. Хочется брызг. Сюда белый разводим немножко. Разводим. Разводим. Водичкой. И побрызгаем. Так, чтобы хорошо летели брызги. Вот сюда будем брызгать. Здесь очень пусто. Дерево хорошо. Вот здесь пустовато. Набрызгиваем. Давайте возьмем другую кисточку. Можно взять крупную наоборот. Вот такой большой кисточкой брызгать. Вот. Есть. Чуть-чуть на дерево. Много на воду. Потому что здесь блики не помешают. Возле птиц. А сюда фиолетовым побрызгаем наоборот. Вот. Фиолетовый. Разведите. Можно сиреневый. Водичкой разводим. 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 Так, чтобы достаточно жидко было. Но еще не текла красочка. Но уже брызгала. Сюда начинаем брызгать. Вот. Вот этот край. Потому что тут фиолетового нам хватает. А здесь вот как раз не хватает фиолетового. Очень много в угол брызгаю. И от угла меньше, меньше, меньше. Много-много-много в угол. От угла меньше. Есть. Снимаем скотч. Вот такое чудо-абстракция у нас получилось. Мы рисовали символ воды, дерева и птиц, летящих к нему. Но при этом мы сделали настоящую абстракцию. когда не так важно, что ты рисуешь, как важна форма. Форма этих символов. У нас это удалось. Рисуйте с нами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова